Луки 1.25 Так сотворил мне Господь в Одессии, Который призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Кто считает Писание, тот знает, о чем речь идет. Эта женщина была неплодная, в старости зачала, беременная стала. И теперь она вспоминает, сколько поношений претерпела она от людей, от евреев. Главная задача спросить любую армянку, какой бы пост она ни занимала, турчанку, выйти замуж и родить детей, воспитать. Все. Ведь у нас сегодня такой простой ответ, они не знают. Сегодня бьют тревогу, не хотят выходить замуж, не хотят жениться. Просто живут в так называемый гражданский брак, ничему не обязывающий. Каждый день 18 тысяч абортов. Ну и все прочее, там все это предохранение. Почему? Вопросы эти, почему никто не ответит, если не будет читать Библию. В Ветхом Завете прямо было поставлено. Согрешила будешь рожать, будет влечение. После каждого мучения, ты не будешь желать, пройдет мое время, опять будет влечение. Вот ведь как дело там стоит. Сегодня у меня так сошлось, что и на евангельское, и на апостольское чтение о женщинах речь идет. Не надо забывать, что мы живем в Новом Завете. Господь сказал и сотворил. Сказал, да будет. А когда творил человека, написано сотворил. А где, да будет. В думу, в дыхании, как бы там от одного слова, а здесь сам деятельный принимает участие. И потом вдруг все творил, все новое, что перестройка наступила. Даже вдруг все хорошо сделал. Когда закончено было, и вот все хорошо, запитая весьма хорошо. Почему новое-то? Грех вторгся. Человек послушал врага, стоящего слева. И человечество испортило всю природу. Лев, может быть, изменил зубы, по-другому они были устроены у кошки. Отпитались-то все травой. Все были травоядными. Платоядных-то не было, это после грехопадения. И человек мясо не ел. Был здоровый, крепкий, белков у него хватало. А теперь все по-другому. Теперь видите как. Стали его прикать, и житие, или советный Захарий говорит, как ее упрекали. И он плакал. И она, он увидел у Голубку, может быть, это уже Дмитрий Ростовский, как хороший писатель, очень талантливый сказал, что у Голубки и то столько детей. Она быстро выводит. 4-5 выводков за лету оставая 5. А у меня, ну хоть одного бы родить. И соседи, близкие, все, хорошие отношения, родственники. А все смотрели сухаризной, Бог затворил. Тогда они знали, так, детей нет, бегут сразу к врачам, исследованиям, вложат ее там в сохранение, что-то. Тогда ничего это не было. Все знали, Бог затворил чрево, Бог закрыл дверь, и больше ничего. Живет с мужем нормально, любит, как Яков. Да любит любимое. От любви-то еще красивее дети были бы. Ни одного некрасивого нет, некрасивого нет, и все. А они любимое рожают одного за другим. По конверу идут. У Бога все это. А в Новом Завете апостол Павел говорит, теперь по-другому. Духовное рождение. И вот как тогда поражение было замещание, точно так теперь в Новом Завете. Не хотел бы я бесплодным трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках, если сноп, обнять. Это душа обращенная. Мы хотим, чтобы наше сеяние имело плоды. Я вчера сказал в проповеде. Некоторые удивились даже. Не поверили. Я говорю, мы несем больше, чем апостолы. Людям даем больше, не сравненно больше. Почему? Да ну пришел, поговорил, ушел. А мы в руках оставляем писанное. Все 14 посланий, откровения. А то апостолы уходили, ничего не оставалось больше-то. Но у них обращались тысячи, у нас может быть один из тысячи, которые услышат. Мы нарабатываем опыт. Нам опереться не нахал. А сектантов, они выезжают в духовым оркестром, трубами, с обещаниями, везут на машинах туда библии, подарки, везут продукты, одежду. Мы ничего не везем, кроме Евангелия. У нас ничего нет. Нам на бензин-то и то еще вопрос, соберем или нет. Вот стоит такая. И мы заметили, вот два села рядом. Под стекло развалится. Все развалено. По-моему, живут лыше. Там, где хуже, 21 человек пришел. А там, где лучше, один только пришел. А работа одна и даже. Понимаете как? Там, кажется, все на развал идет. Ну, 21 на один, все-таки заметная разница. Мы-то не знали, если бы не ездили. Мы одинаковые, те же самые люди. Столько же людей, те же работали. А там глава администрации пришел. Там помогают. Там пришлось выступить. А здесь ничего этого не было. Просто побыли, прошли, и вам это раздали. Никто не пришел. Немножко побеседовали. И тамошние, которые с каким удовольствием глава администрации принимает мимо. Здесь противоречить начала, а потом уж ладно, Даже как будто навеливаем мы. А живут лучше. Прям заметно лучше. Видите? Поэтому у Бога все вымерено. Первая книга Сарса 1,19. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвращались, и пришли в дом свой в раму, и познал Елкана Адму, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Такие слова вспомнил, как будто Бог забывает, забыла одна женщина, если он забыл, ей еще рево открыть, она не рожает. А потом Бог вспомнил. Достучались за Него. И сходили и поклонились. Поклоны делайте правильно. Поклон должен быть такой, что если себя проверить, рука, может, пол достала. Ну что вы клонитесь? Это не поклон. Это обман. Поклон должен быть полный. Мне очень нравится выражение, которое официально приписывает, будто бы патриарх в речи сказал, но оно из Библии. Отучили молиться, отучили трудиться. Вот поэтому у нас ничего нет. Какая религия у японцев? А вы знаете, как их детей учат? Кому поклониться? Поклон. Насколько градусов наклон? Матери, а насколько отцу? Насколько начальнику? Насколько императору? И он точно знает, и он муштруит каждый день. Поэтому столько там самураев, столько смелых людей, столько изобретений. Ну все оттуда. Нашему там ничего не продашь. Ничего нет. У нас отучили молиться. Вы себя испытайте однажды. Стань просто с женой и скажи, когда мы, жена, молились вместе с детьми, поклоны делали? Ну немного, хотя бы семь. Семь поклонов сделай, а потом перейди на семь. Сто поклонов требует всего семь минут. Ты чего упираешься-то? Ты речь идет о чреве. Земные поклоны. Землой на поклоны, батюшка говорит, но когда Андрея Бритского считает, не приходит, даже не верится. Неужели? Это мы вот в Барновле ждем. У нас люди приходят. Как это не приходить? Земные поклоны. Пост. Пост полный. Никогда не пьет человек, не ест. Вот она постилась, молилась, поклонилась, горнулась. Бог отвержит чреву. Бог многое отвержит. Нам нужно, чтобы Бог отвержит духовное чадоводие. Первое царство 1.6. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чреву ее. То есть это общее мнение было. И таких людей побуждали, как жена Иова. Попули Бога и убри. Это побуждало. Это Бог затворил. Не муж виноват, я-то рожаю. Анна и Финана. И вот у Анны детей не было, а у Финана и не говорится, что многоженцев вредно или было многоженцев. У Якова 4 было жены, 2 жены 2 наложится. У мусульман 4, не больше. Ни один мусульман не может иметь 5 жены. 4 жена наложились, может 4 тысячи иметь. Сегодня. Как в Бурнея султан. 1.2.21. И посетил Господь Анну. И зачала она, и родила еще трех сыновей, и двух дочерей, а отрок Савуил возрастал у Господа. То есть она отдала, которая заранее дала обещание. Вот нет детей. Как решиться? Самое лучшее обещание Богу. Как Василий Великий говорит, она не побоялась немощи человеческой. Еще, да даже не беременная. Что ты давать-то будешь? Ты же живешь с мужем сколько лет, и ничего нет. А я обещаю. Что обещать-то, когда ничего нет? А вот родиться, да еще мужского пола, вот это зато дало. Да я его отдам Богу. Он может быть урод какой-нибудь, будет хромоногий, а с поврежденными членами, человека не примут. А может слепой, с одним ухом. Она все превосмогла. Я прошу Богу, даст как положено. Даст такой служитель будет. Это будет пророк в Новой Земле, в Израиле. Первый пророк, пророк Самуил, поставит первого царя. И мы знаем, что он дал нам царя Давида. И может, не было бы у нас ни одного псалма сегодня, и считали, как бы не было вот этого отрока. А отрока-то кто? Давайте цепочку протянем. Вымолила жена. Она не возрождала на Бога. И она родила не только телесно, но и духовно. Это мы все здесь видим. Здесь толковать ничего не надо. Он начинает 153 рыбы, что означает 100. И что 50, что 3, все это изощрялись, монахи сидели там. А я нигде применить не могу. Вот это я могу применить. Проверь себе, сколько у тебя детей плотских и духовных. Сделай сравнение. И судя того, что детей плотских много, а духовных нет, ты скажи, я плотской. Ну не побоись все сказать Богу. Да, мы приносим, людям даем больше, чем апостолам. Но в тысячу раз меньше урожая. Даже дальше сказать. У нас... Нет, почему? Люди будут верить о лжи, отвратят слух от истины. Это так будет. Пророк Исаия говорит, кто поверил, слышим он от нас. И кому открылась мышца Господня? А может, когда-то человек обратился. Может быть. Наше дело сеять. А если кто обратится? Обратится, награда меньше, но каус говорит. А вот мы сеем, а никто не обращается. Вся награда на небо идет. Удивительное объяснение дает. Почему? А кто обращается? Ты, говорит, часть радости за обращенную уже получил на земле. А обратиться от тебя это не зависело. А то некоторые... вы ездите, а там никого, никто не обратился. Я почти 17 лет работаю в тюрьме, али не обратился. На посады, люди это встречаются, ко мне на дом приходят. У него жизнь изменилась. Некоторые пошли в церкви, работают. Я не отвечаю за результат обращения, потому что я ничто. Я сею, а ты после меня приедешь в эту деревню, поливать будешь, то есть продолжать. Никто не обратился. Бог всего защищен. Бог. Бог отвешь с черева, она защищена. И пошло у нее. И сыновья, и дочери будут. И сыновья, и дочерей Бог даст. У апостола Павла сколько детей было? У Иоанна Богослова сколько? Ничего мы не знаем. Считается, что девственники были. А сколько духовных было? Творю все новое. Тогда было плохо, нехорошо одному бы человеку. А нам за этим паин говорит. Хорошо человеку оставаться как я. Не дает замуж, это поступает лучше. Немножко перевернуть на это. И детям не настраивайте их на жилище. Скажи, горе питающимся сами в эти дни. Великие бедствия грядут на землю. Маленько приготовляйте. Последнее время, дети. Ну, выйдешь замуж, может быть, а вот не огорчайся от этого. Тебя обзывают, будут, о, засиделась, старая дева. Я знаю самую старую деву. Присно деву. Всегда. Ну, научите их радоваться духовным. Чтобы они не были огорченны. Вот не выйдет замуж не потому, что она воздерживает. А ее никто не взял. По разным причинам. Характер дурной. Я уже заметили, как я знаю. Они делаются как мегеры. Злобные такие. Они нигде не помогают ничему. Они всех вытесняют. Я просто имею опыт и знаю. Горе. Лучше бы блудницы и вытарила, вы раньше вас идут. Она покается. А это никогда нет. Она себя считает другими, дальше начинает ненавидеть. И детей ненавидит. Притом, я не однажды встречал это. 1 Сарв 2.22. И Лижа был весьма стар. И слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами. И что они спят с женщинами, собирающимися в уходовскими собраниями. Вот что устроили из храма. И это были, по-нашему сказать, митрополиты, священники. Ужас. И Бог исполнил пророчество. И пророчество сказал не пророку Ильи, а отлаку маленькому избрал. Он выпрошен и у Бога. Он выпрошен в буквальном смысле. Сам уил переводится выпрошен и у Бога. Вот перевод на русский такой. И раз он был выпрошен у Бога, с посвящением Богу он не стал ни президентом, ни вождем народа, он стал пророком. Выпрашивать надо ребенка. А сегодня самый большой страх, когда жена подозревает за щела. Тут горе какое. Прям уже не знаешь, ее аборты делать нельзя. Я тоже это слышал, знаю. Сохрани Бог об этом. Начинайте заранее молиться, чтобы ребенок был любимый. Любыми ребенок желанный, он по-другому растет, по-другому воспитывается. У него другие наклонности. Все. Его вымаливать надо у Бога. И с близкими друзьями, подругами поделись и скажи, у меня подозрение, даже подозрение, никакой наукой скажем, помолимся, что Бог осветил ее. Осветил это дитя. А сегодня я знаю, да, нельзя много на мобильном телефоне висеть, нельзя на компьютере. То есть, это все он знает. Не повредить плоть. А в душе я ни разу никогда не считал, что жена должна больше поститься, больше молиться. Нигде, ни в одной литературе ничего нет. Вот это духовный день. Вот как надо поступать. Бытие 21.2. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Ему 100 лет и 99 лет. Вообще ясно, что не в это время не рождает. У старой, говорит, давно и женская приходилась. И однако она родила. Родила и Бог дал обещание, как звезд на небе. Почему? Сначала он отверто видал. Прежде чем отдавать замуж или женить, надо человека расстроить на небесное. Ты задумайся о небе. Приведешь ли туда детей? У тебя дети есть? Ты обращайся ко всем, у кого детей нет, у кого есть. Помогите моих детей. А не так, что ребенка наказали за непослушание, еще и родители уходят, вступаются. Прекратите это. У наших родителей опыт был не меньше вашего. 10 детей ни разу ни за меня, ни за брата, ни за кого мать не заступала. Если я пожаловался и меня где-то обедили, она тут же мне добавит. Они ходили, и грезли. Прекратите это. Вашим детям много придется страдать за это. Ну просто не слушаешь, ну ты понимаешь, ты оставишь себе недобрую память. Ты уговори ее по-другому, чтобы они были кроткие, смиренные, внимательные. Это все в семье сеется сегодня, сейчас. На поклоны. Я прошу поклоны. Я имею очень большой опыт поклонами. Поклонами имею в тесных обстоятельствах. Мне сделали операцию. Я в больнице. И я ищу место, где можно встать на молитву, на поклоны. Врач говорит, нельзя кланяться. Я говорю, у него немножко можно головой, завтра еще больше. Последавтра, наконец, все. Я нашел место в коридоре. Палата переполненная была. В камере непрерывно я ищу место, где и там поклоны и поклоны. И люди сами становятся, я никого не зову за собой. В данную ночь уже 7 человек встали на молитву. Поклоны тянут за собой. Мы везде кланяемся. Той же корову, кланяешься корове. Кланяешься, свиньям кланяешься. Почему Богу не кланяешься? Ты везде кланяешься, просто не замечаешь. Руку протягиваешь. Ты понимаешь, женщине говорим ехать на благовестие, чтобы одеты были по форме. И мужчины по форме. Тем более у нас устав такой есть. Это все смирение показывает. Смирение мать-добродетели. Дети будут благословенные. Сам без пояса и детей все время ловим, ловим без пояса. Почему? Да ребенок такой. Ну еще раз говорю, одна неделя в лагере. А у тебя ребенок родился в семье, ты не научил. Как ты отвечать будешь? Мы каждый день начинаем ранним вставанием, молитвой, воевавнивское чтение, сполкованием. И смотрим, как он стоит, как слушает. Они звают колокола, три удара чтения Евангелия. Три удара это за обед у нас. Ну ребенок один просчитался и ударил четыре. А надо за стол. Стол стоит. Четыре удара бы ударил. Ну что по-другому? Ну что ты не мог три ударить никак. Ох, какой он молодец, четыре ударил. Срочно за Евангелие. Четыре это чтение Евангелия. Сразу побежали, Евангелие принесли и начинаем заниматься. Обед стынет. Все на него сухаристы смотрят. Я его оправдую. Он молодец сделал. Он хорошо сделал. Он нас на Евангелие призвал. Непроизвольно. Он не хотел этого. Они больше никогда не ударились. Четыре. Есть охота. Но это в памяти останется. Один раз не в урочное время Господь призвал нас на духовное служение. Бытие 30, 22, 23. И вспомнил Бог о Рахиле и услышал ее Бог. И отверстия трогая ее, она зачала и родила сына и сказала, снял Бог позор мой. Начните в духовном плане так молиться. Не просто говорить, хоть с одним-то надо прийти. Ну хоть один бы с ног в руках нести. Прямо каждый день надо молиться. Они поехали. Господи, я в этом участница. Если кто обратится, пусть моя сына, дочери сына там родятся. Ну прям молитесь с Богом, научитесь разговаривать. Бытие 25, 21. Молился и за Господа о жене своей. Потому что она была неплодной. Господь услышал его. И защела ребенка жена его. Он молился. Он просил. Ну все творил новое. Теперь духовное рождение. Об этом все святые отцы говорят. Войди в это. Там позор был. И здесь позор. Там они молились, и здесь надо молиться. Это позор. Жизнь прожила. И нигде никого нет. Евреям 11, 11. Верой сама Сара, будучи неплодна, получила силу принятию семени. И не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Нам Бог обещал. Слушали меня, буду слушать вас. Возьми это себе за основу. Близно Господь к сокрушенным сердцам. Сей всегда. Пожьешь, что посеял тогда. Три части пропало семени, но одно упало на подородную почву. Будет что-то. Мы не знаем, когда и где. Вы бы знали, какие я получаю звонки за книги. Буквально со всего мира звонят. Я читал, у меня все по-другому стало. Один говорит, я уже ушел к баптистам. Попала ваша книга, я сразу вернулся к православным. Я не знаю, это только звонит. А кто не звонит? Да это не мое. Кто в этом участвовал, в издании, помогал, это все и ваше. Я себе это не могу приписать. Это духовное, чудное рождение. Мы не знаем, а сегодня человек рождается в роддомах, везде. Как перед Богом это все. Горе оброждающим, питающим состами. Но написано, кто обращается. Возвращается к Отцу Небесному, ангелы на небесах радуются. Не поздравляют здесь, но у тебя сын родился. А ангелы на небе. Ты хочешь ангелов порадовать? Позаботься, чтобы обратились домашние твои близкие, отец, мать, братья, сестры, священники, чтобы обратились к Богу. Исайя 4.1 Будет такое время, уже не будет. И ухватится 7 женщин за одного мужчину в тот день. И скажут, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор, что они не замужели, чтобы мы его фамилии переписать. С севера за одного. А как тогда в духовном написано, от моря до моря будут ходить, все будут с тебя хватать, а ты знаешь Слово Божие. Будут ходить и искать. Это в духовном плане сегодня. Сними с нас позор, мы не верующие. Не надо бояться сказать этого, эти слова. Да, начни с отсчета. Это точка отсчета. Вот с этого момента я стал верующим. Нигде ничего не нарушать. Тебя если сегодня Господь в пленение возьмет, где-то у мусульман, ты будешь носить все, что они скажут. Есть их пищу. Змею будешь варить, китай, потому что здесь будет нищего. Почему сегодня упрянущаешь?